Самое знаменитое выражение Станиславского «Не верю» стало названием нового спектакля в Московском драматическом театре, носящем имя великого театрального реформатора. Пьесу о жизни и творчестве Станиславского по заказу театра написал Михаил Дуренков. Постановку осуществил режиссер Марат Гацалов. Поверит ли зритель в такую интерпретацию хрестоматийной биографии, пока судить трудно, но кое-что, несомненно, подлинное в спектакле есть. Чтобы заставить поверить, что знаменитое «Не верю» Станиславского действительно перевернуло театральный мир, в этой постановке перевернули традиционное театральное пространство. Зритель, входящий в зал, сразу попадает на сцену. Она становится музеем, где до начала спектакля можно потрогать кресло столетней давности и вглядеться в лицо классика. Хотелось как-то оживить этого человека, сделать его понятным, близким, современным, привести Станиславского на расстояние вытянутой руки. Для обладателя «Золотой маски» Марата Гацалова, участника многочисленных экспериментальных лабораторий, эта работа на традиционной театральной сцене одна из первых. Отказавшись давать интервью, режиссер напутствует актеров перед началом спектакля вполне в традиционном духе. Раз, два, три, сука! Прием театра в театре подсказывает сам материал, уверяет драматург Михаил Дурненков. В качестве первоисточников для пьесы ему послужили книги классика, «Моя жизнь в искусстве», работа актера над ролью, а также статья про Зорлеева теоретика театра Ежи Гротовского о Станиславском. Вы следите за каждым движением вашей складки на вашем костюме. Вы следите за каждым зрителем, сидящим в зале. Голубчик, я понимаю, конечно, вы пока сейчас учитесь, но вы подходите к театральному делу головой. Для пущего приближения к публике классика, уже почти ставшего памятником самому себе, на сцене появится не только молодой 30-летний Станиславский, но и его двойник Константин, променявший свое призвание на бизнес. Так что вглядываться придется не только в судьбу великого режиссера, но, возможно, и в свою собственную. Ксения Горова, Владимир Полунин, Новости культуры.